Всем привет! Мы едем на горячий источник железного порта. Гейзель горячий. Дорога, как вы видите, тут нету. Песчаная дорога полем. Слева и справа под солнцем. Навигатор показывает до источника 3 километра 200 метров в такой дороге, но я вам что хочу сказать. Это мне напоминает эту дорогу, когда мы ехали с вами на Арбатскую стрелку на их источнике. Там он едет. Кстати, он уже видит этот источник. Но интернета тут нет. Связи тут нет. Связи тут нет. Я не знаю, я хотел выйти прямой эфир снять вам видео, но не получается. Тут в полях, к сожалению, связи нет. Вот такая вот дорога в железный порт, в источник горячий. Сейчас мы посмотрим еще какие там цен. Самое интересное, что это платные источники. На Арбатской стрелке они все бесплатные. Никому не верьте. Мы были там в том году на всех трех источниках. Это йодобромовый, это источник какой там он? Я уже не помню. Глицериновый был. Глицериновый, да, совершенно верно. Глицериновый и еще какой-то, я не помню, третий. Так вот все они бесплатные. Единственное, что они берут за вход. И то, как они берут. Кто хочет. Кто хочет, да. Дает, кто хочет, не дает. То есть такое пожертвование своеобразное. Но, один из источников там, это мы говорим за Арбатскую стрелку, платный, но можно обойти с другой стороны вход. То есть они поставили там вертушку. Здесь, насколько я слышал, здесь мы никогда еще не были. Мы в этом году поехали с семьей на берег Лазурного моря, на берег Черного моря, поселок Лазурное. База у нас там, ну и тут едем на горячий источник. Так вот он здесь платный, как вы можете видеть. Ну, я, конечно, не мне следить, но я считаю, если вы берете деньги, вас туда будут принимать. Телебезно сделайте хотя бы доезд до этого источника человеческого, а не под этим ухапом. Дорога тут разбита. Тушу, да, ну, это нашей базы от Лазурного, 57 километров, там дорога неплохая. А тут километров 7, она побитая. Но это еще более-менее укатанный песок или что тут? Да, песок. А дальше там ее просто нет. Все разбитая. Вообще не представляю, как тут дождь проехал. Ну, дождь тут, наверное, и не ест. Причем, прошу заметить, это платный источник. Если бы он был бесплатный, ладно. А так как еще и берут за это деньги, то непонятно, почему не хотят сделать дорогу. А то что, наверное, это как будто солончаки, да. Это типа лиман или что оно такое. Ну, не знаю. Солончаки, да. Ну, соль проступала. Вот. Так что вот так вот. Сегодня 20, какое число? Седьмое? Да. Двадцать седьмое. Железный порт. Гейзер. Источник гейзер. Вот мы к нему приближаемся. Сейчас мы его посмотрим, что тут так, какие цены, какая водичка. Мы, как мы шли, как планировано. Вот. Одного западарства целющий гейзер. Вхитно проезд кильки с дозволом чергового. График работы с 6 до 23. Без выходных. И свинки. Добро пожаловать. Все. Поехали. Цергового нету. Поэтому мы едем без дозволов. Вот. Циркушка такая. Или как это называется? Не циркушка, а купель. Не, не купель. Ой, блин, Марина. Вспомни, как они называются? Вот. Такие вот, ну, хотел быстро назвать. Часовня, да, наверное? Да. Часовня. Час мы подойдем к ней, наверное, с нее и начнем обзор. Ты думаешь? Да, поехали. Поехали к ней, нет? Нет. Не хочешь, да? Такая купель, божья матерь, выложенная из камня, из ракушника. Так. Сейчас мы найдем, где стать и пойдем с вами принимать, так сказать, целебные ванны. Грязь, я не знаю, будем мы покупать, не будем. Может, сами наберем на арбатские стрелки. Мы сами набирали грязь. Ну, тут, наверное, нам не разрешать набрать грязь. Так. Где мы тут найдем стад? В тваре, да, что-то. Машины стоят. Мы сейчас встанем, да. Поиски на гейзер из Николаева-Кокрессона. Так. Вот мы встанем тут. Целющий гейзер. Так думаю, мы тут никому мешать не будем. Ставим, как обычно, в первом ряду. Задкий чик-чик. Сейчас мы уже наканемся. Задом. Как-то за тобой. Задом туда заедем. Ну, там дальше станем. Не, там дальше. Не станем тут везде входом. Бери, пожалуйста. Ага, чтоб я видел людей. Сейчас с тобой наканемся. Ладно, всем на этом. Всем пока. Пока-пока. В общем, увидимся.